Так или иначе, здравствуйте! Последние годы благодаря развитию интернета и социальных сетей получил хорошую раскрутку феномен блогеров. С ними даже встречались мэр Владимир Печеный в 2011 и мэр Юрий Гришан в нынешнем году. Кто же такие эти блогеры? Блог-веб-сайт, основное содержание которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображение или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости. Отличие блога от традиционного дневника обуславливается средой. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором. Людей, ведущих блог, называют блогерами. Совокупность всех блогов сети принято называть блок-сферой. Так или иначе, технологии сделали публичность доступной для всех. По сути, блогер – это человек, который стремится к публичности. То есть, претендующий на то, что ему есть что сказать, а то, что он скажет, будет интересно, если не всем, то многим. Но все люди разные. Уровень воспитанности, культуры, интеллектуального развития личности, в конце концов, распределены среди индивидов неравномерно. И благосфера беспощадно высвечивает ограниченность или глупость некоторых людей, которые рвутся к известности через свою надоедливость и активность в социальных сетях. Но что же делать, если сказать-то человеку особо и нечего, а известности уж очень как хочется? Так вот, начинает этот гражданин, гордо именующий себя блогером, пытаться фонтанировать в соцсети натужным сарказмом, старается остро, как ему кажется, прокомментировать высказывания действительно известных людей, причем обязательно с ними или не соглашаясь, или прямо обливая их словесной грязью. Даже раздает советы налево-направо. Например, мэру города, как именно надо управлять городским хозяйством. Ну и вообще, считает всех глупее себя. Так или иначе, чтобы вам был понятен интеллектуальный уровень такого общения или троллинга на языке благосферы, покажу вам пару скринов из нашего твиттера Карибу. Есть еще одна блогер, бывшая журналистка, договорившаяся в твиттере до суда и благополучно его проигравшая за клевету. Теперь с этой ставшей среди журналистов нерукопожатной дамой не хочет сотрудничать ни одно СМИ. Есть бывший сотрудник УВД, страстно желавший публичности и славы, и из этого назвавший себя блогером. Ему вообще все равно, кого поливать грязью, кого нахваливать в соцсети, лишь бы за это платили. И находятся, между прочим, те, кто платят. Некоторые аналитики считают благосферу очень серьезным феноменом, который в будущем даже вытеснит традиционные СМИ, например, телевидение в первую очередь. И вот уже доморощенные политтехнологи пытаются использовать этот феномен в своих целях, выделяя деньги на по сути, на обычные грязные вещи, на дискредитацию конкретного человека и нанесение репутационных ударов по должностному лицу. Асбербанк недавно даже привез в Магадан группу каких-то блогеров, считая, вероятно, что это сыграет на пользу его имиджу и репутации. Так вот, как раз в этом случае вышло, на мой взгляд, прямо наоборот. Никому неизвестные приезжие, да и местные, вели себя по-хамски с городским памятником Владимиру Высоцкому. Раздавали какие-то нелепые советы местной власти, при этом всячески демонстрируя свою как бы богемность. Конечно, все это в блогосфере. Если бы блогер так вел себя в реальной жизни, риск получить вторец, как говорит молодежь, приблизилась бы к 100%. Вообще, руководству Сбербанка следовало бы поизбирательнее тратить деньги своих вкладчиков, то есть большинства населения страны. Ляп с блоготуром можно было не заметить у частного банка, но уж не у такого банковского столпа российской экономики, как Сбербанк. Ну а закончить эту передачу я хочу словами, как жаль, что все, кто лучше других знает, как управлять государством, уже работают парикмахерской или таксистами. Так или иначе, до свидания. Была я, Таня Брайс. Надеюсь, еще увидимся.